На периметре. Ну и здесь у него фантастические 49%. Такой показатель давно никто из больших. С нападением за 2,5 минуты лишь одно точное, неточный бросок. Смальбако под кольцом из прошлого финала. 10 игроков у Локомотива Кубани, 8 баскетболистов в составе казанской команды. Ну, собственно, всего лишь один бросок с игры македонский защитник совершил. Рейнольдс атакует сразу после получения. В том числе провел великолепный матч против сборной Польши. Дмитриевич на Рейнольдса. Рабочая схема. Славом Зайцевым один из главных персональщиков в составе казанского коллектива. Дмитриевич набирает 2 очка в Кубани. Набрать даже не 2, а 3 очка в одной атаке. Снова плюс 10. Дмитриевич. Эрегрин в раннем нападении. Локомотива Кубани с игры не забивал. Но зато все три штрафных в первой половине отправил точно в цель. Эрегрин тяжелый. Я вижу, что это тот баскетболист, который всегда славился броском со средней. Наверное, выбирая из игроков Локомотива Кубани в первую очередь. Спокойно способен набрать 15, а то и 20 очков за четверть. Рейнольдс. Четвертый бросок с дальней дистанции. Снова он делает в этом матче разницу. Разницу, разумеется, в пользу Локомотива Кубани. Эрегрин был за стоп, но при этом... Рейнольдс промахивается со средней. Подбор в атаке снова за казанцами. Димитриевич на Грина. Эрегрин сразу после получения. 74. Димитриевич. У него сейчас дополнительная энергия. Идет, атакует сам. Четыре из четырех с дальней дистанции. Но как-то на этих бросках остановился. Перепросят мяч вблизи. Выбора не было. Нужно было бросать. И он свой мяч забивает. Димитриевич. На Рейнольдса Джалин. Пятая попытка. Пять. Продолжение следует.